В третьей строчке сколько раз взяли Ангелина число 2? Второклассница Маша Ермоленко всегда активно работает на уроке. А как иначе, ведь вся ее семья, мама, тетя и даже бабушка учились в этой же школе. А мама Валентина и вовсе у педагога Татьяны Анатольевны Снегиревой, как и сама Маша сейчас. Если честно, я даже не знала, какие педагоги с моего времени здесь остались. То есть не было вопроса к какому-то определенному учителю попасть. Но когда мы пришли на собрание, я увидела глаза Татьяны Анатольевны. Естественно, я очень была рада, потому что я знаю этого человека, я сама прошла через ее обучение, скажем так. И, конечно, я была счастлива. И Маше, ей было удивительно, что я училась тоже в этой учительнице. Как? Мама? Я говорю, вот так. Снегирева Татьяна Анатольевна. Она мечтала стать учителем с детства. Вначале преподавала своим мягким игрушкам, потом сверстникам. Далее было училище, институт. 27 лет в образовании, 15 из которых в пятой школе. Татьяна Снегирева научила читать, писать и считать сотни детей. Профессия учитель – это самая лучшая, самая замечательная профессия. И в другой профессии я себя даже не представляю. Первый учитель. Как это звучит ласково и гордо. И в то же время, как ответственно. Ведь родители доверяют первому учителю самое дорогое, что у них есть на свете – своего ребенка. Уже третий год Татьяна Снегирева работает в две смены. А это значит, приходит в школу одной из первых, уходит последней. Прибавьте к этому ежедневные планы уроков, введение электронного журнала, обязательную внеурочку. Она является победителем городского конкурса, самый классный классный, лауреатом краевого конкурса, классный руководитель года. И также победителем краевого конкурса «Учитель территории здоровья». Она умело привлекает ребят к участию в различных конкурсах, и они занимают призовые места. То есть она умеет совмещать и работу, и творчество. При этом ее многочисленные выпускники, как один, говорят – она не просто выдает программный материал. Детей Татьяна Анатольевна сумела увлечь собственным хобби. Именно она озеленила всю пятую школу. Ее ученики тоже ухаживают за цветами. Татьяна Анатольевна у нас строгая, достаточно, но справедливая. И самое главное, что она не только дает им знания, а воспитывает их еще как людей. То есть прививает им чистоплотность, прилежание, дружелюбность. То есть все равно атмосферу в классе, кроме учебного процесса, она создает благоприятную. Дальше кто у меня? Современные дети более активные, своенравные. На каждый вопрос они имеют собственное мнение, которое горячо отстаивают. Но грамотный учитель найдет подход к любому. Я не согласен, сколько у тебя варишек? Двенадцать. Двенадцать, да. Ой, говорим двенадцать или шесть, пар, да? Правильно? Отстоял свою позицию? Учитесь учить не уча, только любовью. Да, учитель должен быть хорошим психологом, иметь чувство юмора, быть терпеливым, самоорганизовываться. В свободное время, сложно поверить, но оно есть, Татьяна Снегирева любит готовить. А Валентина Ермоленко очень надеется, что когда подрастет младший сын Илюша, он тоже пойдет учиться к Татьяне Анатольевне. Итак, хором вместе со мной начали. Ксения Цапко, Алексей Фризин. Будня. Четыре, шесть.